Приветствую вас и, конечно же, может быть, коллеги согласятся с вами в том, что это ненормально, вот, либо опровергнут, скажут, что это нормально, вот. Я вам могу сказать с точки зрения, с позиции психологии, именно психологии, о том, что у ребенка есть мотивация к тому, чтобы так вот себя вести, к тому, чтобы у него появился вот этот вот самый мнимый друг. Максим. И эта мотивация, мотивация, она связана с потребностями. То есть, дочка, вот вы говорите, она разговаривает с ним, играет, космос и так далее, дочке не хватает того же самого от вас. То есть, она в этом друге сублимирует, сублимирует свои нереализованные потребности. Может быть, вы с ней недостаточно общаетесь, может быть, у нее некоторые есть проблемы в социализации, может быть, наоборот, потребность в социализации уже есть, но вы ей не даете это сделать. То есть, например, играет ли она с другими детьми, если нет, то почему, если да, то как, и так далее. Как вот вы с ней разговариваете, как вот вы с ней общаетесь, как часто вы с ней общаетесь и так далее. То есть, есть определенные условия, которые наставляют ребенка так вот себя вести. И в первую очередь эти условия кроются, ну, причины этих условий кроются в вашей семье. То есть, что-то в вашей семье заставляет ее вот так себя вести. И для начала необходимо прямо проанализировать именно то, что происходит у вас в семье. Ну, например, все ли у вас хорошо? Я имею в виду отношения между родителями хорошие, да? Ага, далее, как вы относитесь к ребенку? Насколько вы даете ребенку внимание, там, тепло, заботу и так далее. То есть, все вот это вот, главное, учитывать. Потому что просто так этого не бывает. Ну, естественно, если у ребенка не было травм головных и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что если бы были травмы, вы бы сказали. Раз не говорите, значит, никаких травм не было. Да, и это означает, что все это вызвано психологическими проблемами. А психологические проблемы в этом возрасте связаны именно с неудовлетворенностью в отношениях с родителями, с окружающим миром и так далее. И я думаю, что на это нужно кратки, в первую очередь, обратить внимание. И не торопитесь говорить своему ребенку о том, что это ненормально и так далее. Иначе ребенок будет чувствовать себя сам ненормальным. А это не есть хорошо, так вы ему будете прививать определенные комплексы и так далее. То есть, делать этого не стоит. Напротив, активнее вовлекайте ребенка в деятельность. Вовлекайте ребенка в взаимоотношения с собой, с родителями, с родителями, с родителями, ну, с другими родителями, с родными и так далее. Чтобы у него было меньше стимула для того, чтобы обращать внимание на этого самого воображаемого друга. Ну, согласитесь, если у ребенка все хорошо, да, если у ребенка все замечательно, то зачем ему воображаемый друг? Ну, мне кажется, это вполне себе логично. И вот на этом моменте я и предлагаю вам сосредоточиться, именно об этом я и предлагаю вам, как следует подумать, чтобы понять, как ситуацию вы можете разрешить. Потому что, ну, если вы будете и дальше уговаривать ребенка в том, что никакого воображаемого друга нет, то просто-напросто породите силу противодействия, противоречия вам и все. И больше, к сожалению, ничего не будет. И в итоге вы хотели добиться одного, а в итоге добились совершенно противоположного. Так что здесь нужен деликатный подход, анализ ваших отношений в семье и, собственно говоря, работа над изменением поведения по отношению к ребенку. Я думаю, что это в итоге обязательно даст свой результат и вы не будете переживать по поводу такой, пока еще не очень серьезной, но, безусловно, неприятной проблемы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.